Всех приветствую на канале Домашний аквариум. Сегодня хочу показать как я переделал свет в аквариуме. Этот аквариум на 70 литров. Это как выглядела раньше крышка. Она полностью стеклянная. В ней два патрона под экономные лампы, но мне было мало света. Итак, для начала я решил убрать фольгу. Она была приклеена на силикон немножко. Разобрать патрон. В общем убрать всю проводку. Фольга использовалась в виде светоотражателя. Щищал я вот таким вот ножиком. Точнее лезвием от ножа. Под углом довольно таки неплохо щищал. И довольно таки быстро. Естественно все дыры я закрыл обычной пищевой пленкой. В углах было проблематично чтобы не убрать вместе с фольгой и силикон который скрепляет стекло. Сразу скажу, что крышка довольно таки старая. Поэтому она и выглядит так себе. По крайней мере изнутри. Вот так стала выглядеть крышка без фольги. Просто стекло. Сверху она обталкивается. Пена. Не знаю что это такое. И вот диодная лента белая. И будет питанием на 12 вольт. Мне также понадобятся плоскогубцы, кусачки, ножницы, паяльник, силикон, канцелярский нож, линейка и тому подобное. Я не просчитывал сколько будет давать света эта светодиодная лента. Просто так на глаз решил сделать попробовать что же с этого получится. И результат мне в принципе понравился. Все это до сих пор работает. Видео снято не знаю наверное месяца 4 назад. То есть довольно таки давно. В конце видео вы увидите как выглядят рыбки на момент съемки видео. Кому интересна информация на блоке питания можете остановить видео и посмотреть. Это 12 вольт 3 ампера. Нарезал я на полоски 27 сантиметров так как длина крышки у меня 65 сантиметров. И ширина 25. Решил что будет 6 полос. Естественно размечаю я их. По стекло маркером рисуется хорошо. Из-за всяких проблем. Вот так зачищаю я диодную ленту. Лента попалась так себе качество. Силикон с нее очень плохо слазил. И впоследствии плохо припаивалась к пяточкам. Кто знаком с пайкой все здесь очень просто. Канифоль на провод. Дальше залудить провод. А светодиодную ленту я паял с помощью флюса. И даже с помощью хорошего флюса не очень хорошо брался припой на пяточки светодиодной ленты. Музыка. 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 скрепляем все ленты решил я просто через промежуток поприпаивать ленты на провода а потом одной цепи то есть в крышке у меня будет две цепи справа и слева вот так вот где сначала я по 2 их спаял а потом вот в такую вот ленту напомню что длина каждого куска ленты 27 сантиметров ну это в моем случае длина провода насколько я помню 3 сантиметра и вот проверяем как это светит вдруг что-то не пропаялась или что-то подобное ну вот я начинаю клеить ленту я решил что будет две рядом получается где рядом 3 сантиметра длина провода а между остальным у меня больше не помню сколько ну В принципе к стеклу приклеивается винта довольно таки хорошо. Но в конце вы видите, что я сделал еще, чтобы лента не отпадала уж точно. И вот так вот это все выглядит одна сторона. Кто будет паять помню, что в диодной ленте есть плюс, есть минус. А как вы видите в одном месте почему-то три диода вылетело. Я так и не понял почему, они до сих пор так не горят. Ну мне это особо не важно. Их довольно таки много и без этих трех. Вторая сторона делается аналогично. В этом аквариуме стоит еще покрывное стекло. Так что напрямую вода попадать на диодную ленту не будет. Но все равно я закрою все контакты силиконом, чтоб уж наверняка. Так же я провод сажу на силикон, так слегка, чтобы он вообще не телепался. И с другой стороны соответственно точно так же. И так же по краям фетодиодной ленты я решил нанести целиком, чтобы дополнительно закрепить фетодиодную ленту. Так как есть вероятность, что скотч, который на ней находится, со временем начнет отпадать. А так есть неплохая вероятность, что это все будет держаться целым и невредимым. И спустя довольно таки большое количество времени у меня ничего с этого не отпало. Все как светило, так и светит. Вот так вот немножко в нескольких местах силикончика. И все это неплохо держится. Так же кто досмотрел это видео до конца, скажу, что это только первая часть этого видео. Будет продолжение. Можно использовать отдельно видео, кто хочет. Это полноценное видео, просто будет немножко переработана эта подсветка. Во втором видео, надеюсь, я его скоро выпущу. Итак, вот как все выглядит в конечной методе. Как я крепил, точнее подсоединял облопитание к диодной ленте, где то видео пропало. Поэтому не могу вам показать сам процесс монтажа. Ну там все очень довольно таки просто. Плюс-минус. И все. Вот так выглядит с новым светом. Как вы видите, рыбки еще маленькие. Эти меченосцы. И гуппи вообще не окрашенные. То есть это довольно таки старое видео. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И спасибо, что делитесь моими видео с друзьями.